Слава Богу, друзья! Слава Иисусу Христу! Приветствую всех с Киева, с Украины, с Волчьей горы, с Дарницы. Да, здесь вот дальше чуть сама, собственно, Волчья гора. Я уже здесь бывал не раз, в смысле, бывал я много раз здесь, просто уже не раз записывал видео здесь. Вот, и сегодня жаркий такой душный, солнечный день. Вот, но слава Богу за все, при любой погоде прославляем нашего Господа во все дни нашей жизни за все, за все. Благодарим Его. Аминь. Аминь, да. Вот, и, друзья, сегодня пятница, сегодня вечером начинаем шаббат. Я здесь вот за покупками, здесь АТБ-магазин есть напротив. Вот, и готовлюсь к шаббату, вот, вечером эфир, и в 18.00, как обычно, я выхожу в эфир. Здесь, в Киеве, я регулярно, вот, в 6 утра и в 6 вечера ежедневно выхожу в эфир. Да, спасибо всем, кто подключается. Благоставляю всех вас, дети Божьи. Да, это очень для меня ценно, очень важно, ваше участие тоже, слава Богу. И молитвенное ваше участие, и финансовое участие в моем служении Господу. Вот. Я задержался здесь надолго, получается, да, планировал уже давным-давно быть уже дома в Туле. Но вот так получилось. Тоже предполагал, что карантин и прочее. Кстати, вот очень важно принимать дар пророчества, да, ревнуя, дарах духовных ревнуя. Но, знаете, любящим Господа и призванным по Его извалению все задействуют ко благу. Любовь, это даже сильнее, намного больше, чем пророчество. Больше всего на свете. Потому что, даже если имеешь все дары, но любви не имеешь, то ничто. Все ничто и зовут никак. Но, если любишь, даже если не имеешь никакие другие даров, то Бог обращает все. Даже самые какие-то там жуткие обстоятельства обращает во благо. И я многожидан был свидетелем этого. Я много раз свидетельствую и свидетельствовал о подобных вещах. Из своей жизни, из жизни вообще верующих, знакомых моих, друзей моих. Из истории христианства, из истории Израиля. Много очень примеров могу приводить и привожу. В семинарах по истории церкви я часто, всегда фактически оживляю семинары такими примерами, жизненными примерами из своей жизни, или кого я знаю, или о ком читал. Вот. Слава Богу, друзья. И сегодня не просто пятница. Сегодня у нас новомесячие. Первое Эллула. Да, сегодня первое Эллула, новомесячие. Поэтому поздравляю всех, друзья, с этим, да, действительно, событием. Важнейшим событием, да, значит, ежемесячно мы празднуем новомесячие, шабаты, субботы. Это, знаете ли, это знамение, великое знамение от Бога, от Господа нашего. Аллилуйя. Да, Он назначает нам времена, сроки. И самое время, мы тем самым показываем, как бы, да, и самим себе, что само время, временное это измерение, пространство это временное, да, значит, оно есть творение Бога, и есть действительно часть Его Вселенной, часть этого Его творчества, да. Да, как и мы сами, собственно, Он нас создал и поместил нас во времени, да. Спасибо Господу за все. Да, и Бог, Он с нами во времени, но, и, конечно же, Он вне времени, как творец, Он в своем творении, но Он и вне творения. Как художник, Он в своей картине, но Он и вне картины. Как музыкант, Он в своей музыке, да, как композитор, допустим, да, в своем произведении, но Он и вне своего произведения. вот он не знаю как еще стихотворится всем поэт в своих стихах да значит но он и вне своих стихов удивительно конечно а мы его стихотворение моего музыка моего живопись вояние зодчество моего все моего творчества да а он наш творец спасибо тебе господь и мы люди в себе имеем это творческое начало от нашего родителя нашего создателя он нам и мама и папа и все на свете вообще наш творец я ты наш отец мы ждем великой могучей славы твоей и альфа и омега начал и конец ты все держители творец чудес я поем это часто да на шаббат особенно да можете не споем тоже как раз вместе вот и сегодня о чем хочу сказать что да сегодня мы в первую субботу будем праздновать уже встречать первую субботу этого месяца месяца ну в библии нет этого названия этого ми этому месяцу просто называть шестой месяц допустим но дело в том что в библии до даны только лишь название первого месяца ниссан да или или а вив вот ну а дар тоже да а вообще-то действительно да этот месяц в традиции еврейской называем мы его лу лу и споком веков это название воспринималось как такая знаете вот аббревиатура или как назвать это ну вот если по буквам прочитать то это очень ну созвучно с тем что мы читаем книги песни песней вообще если выражение вот это взять они ля доди ведоди ли из из песни песней и ширга ширим я принадлежу моему возлюбленному возлюбленному и мне и взять первые буквы этих четырех слов то как раз и получается луль лу мы читаем как лу название этого месяца то есть месяц такого как сказать особенного особенно любви что ли особенного единения такого с творцом можно так сказать даже в этом месяце мы готовимся это последний месяц года если от творение от сотворение мира считать да это последний месяц наступил 5780 года он создание мира вот и уже скоро мы будем праздновать новый год встречать новый 5781 год напоминаю что новогодняя ночь в этом году в двадцатом году будет выпадает на ночь с 18 на 19 сентября и 19 сентября это будет уже первое тишри первое число уже месяца тишрей и это уже начало праздников господних библейских таких святых праздников что просто человеческому уму непостижимо да это будет великое торжество это праздники будущего мы будем праздновать да и празднуем каждый раз мы праздники будущего грядущего царства машиаха царство божьего удивительно вот и но для нас новозаветных верующих конечно для евреев неевреев но новозаветных именно верующих вот эти осенние праздники грядущие они уже частично исполнились при первом пришествии машиаха при рождестве христа поэтому да в ночь с 18 на 19 и дальше до самого 11 октября в этом году все эти праздники осенние будем петь рождественские гимны в том числе также песни рождества потому что историческое рождество христово было как раз вот да ну через месяц получается да в начале месяца тишреи в сентябре по нашему вот хотя из-за многовековой проблем антисемитизма вот если в историческом христианстве укоренилась такое языческое оккультное к сожалению практика традиция в конце декабря и начало января праздновать рождество христова но это досадное недоразумение и к сожалению да это антихристианская такая традиция но она в христианстве укоренилась настолько что для большинства даже людей даже обывателей далеких от религии это часть христианской культуры часть христианской христианской традиции вот так что надо побыстрее нам отказываться от антисемитской традиции культуры зачем нам антисемитская культура если у нас есть своя семитская культура божья культура которая формировалась и формируется на основании Писания, на основании Библии. Это очень важно. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Самое время, да, оно течет, изменяется. Это время творения Бога. И все, что мы видим, это творение Бога вокруг, да. Кстати, здесь, вот, видите, да, сосна тоже. Вообще красивое место. И там парк Киота, и здесь вот. Это полоса такая, да, парка очень красивая. Спасибо, Господь, за все. Спасибо, благодарю Тебя за наступивший месяц Элуль. Благодарю Тебя, Господь, и благоставляю имя Твое. Благодарю Тебя за то, что действительно, да, это чудо временного измерения, в котором мы живем. Да, за каждое мгновение благодарю Тебя, мой Бог. За каждый день нашей жизни благодарю Тебя. Спасибо Тебе за все. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо за все. Да, друзья, вот, пойду уже за покупками. Время уже идет, уже поджимает, уже. Вот, и буду готовиться уже, да, к шабату. Настраивать все, аппаратуру. Вот, и в 18.00 подключайтесь. Ну, и завтра уже в 6 утра. Ну, и каждый день подключайтесь, друзья. Хорошо? Особенно на протяжении этого месяца Элуля, вот, до самого Нового Года. И даст Бог с вами вместе, так же, онлайн, так, будем встречать новый 5781 год. Следующий. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за все спасибо. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо, Господи, за ветерок. А то не было ветра, вообще дышать нечем было. Сейчас тут ветерок, это замечательно. Может, даже будет легче погода. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя за все. Благодарю. И вас всех, паки и паки, как говорится, снова и снова благоставляю, дети Божьи, дети Божественной Любви. Шалом. Мир Вам, благодать да умножится. С Богом.